Девногорск Также по нацпроекту «Жилье и городская среда» в этом году отремонтируют 400 метров подпорной стены и оставшуюся часть лестницы вдоль нее. А в следующем году приведут в порядок входную группу Дворца культуры и построят смотровую. А так после благоустройства выглядит привокзальная площадь. За нее жители голосовали два года назад. Прошлым летом здесь положили брусчатку, поработали с озеленением, а вишенкой на торте стал коммерческий киоск в эко-стиле с навесами от жары и лавочками. Нашлось место и для памятных вещей, таких как мемориальный камень, который теперь стоит там, откуда уходили рабочие на строительство ГЭС. Обновление этой площади важно не только для местных жителей, но и для туристов. Ведь это место первое, что видят люди, когда приезжают в Девногорск. Театр начинается с вешалки, а город с привокзальной площади. Логичным продолжением площади стал сквер-строители. Его пока нет на карте. Официально он откроется в начале августа. Но местная ребятня уже вовсю катается по новой скейт-площадке, которую, кстати, помогали проектировать сами жители. Нахожусь в сборной из «Фортэкса» Красноярска по самокатному спорту. Мы помогали архитектору, помогали сначала проектировать его, потом приезжали, исправляли ошибки, если что-то было не так со скейт-парком. По фигурам, по траектории посмотреть, чтобы получился по итогу продукт, который действительно будет готов к использованию на все 100%. Город, конечно, меняется. Люди это замечают. И тем самым больше вовлекаются в программу, больше вовлекаются в проектирование и высказывают свое мнение, потому что они понимают, что то, что они предложили, это реализовано очень качественно. Здесь стояли дома старые, которые снесли и сделали хорошее место для гуляния. Ждем открытия и пробуем. Вместе с внуком. Нравится, очень нравится. Вон не оторвать. Для завершения работ осталась пара штрихов. Лавочки, качели, карта навигации. А под этой открытой беседкой летом будут проводить занятия по аэро-йоге. Все пространства в едином стиле и с каждым годом в Немногорске их становится все больше. Стефания Микишова, Павел Гейнса, Алексей Морозов. Новости Прима.